Ну что, провели достаточно, на мой взгляд, времени в Воге, за Дайван уж точно, так что я решил поделиться впечатлениями. Да, я уже проходил этот рейд десятки раз в первой части, но все равно приключение на Дайване Вога во второй части оказалось довольно... Занимательным? Правильное слово подобрал? Рейд World of Glass был первым рейдом в моей жизни. Давайте так. В 2014 году мой опыт игры в ММО сводился к гринду шмоток из Lineage 2 и казуальным квестам из этой же игры. Destiny же открыла мне двери в рейды. Я помню свое растерянное состояние, когда впервые оказался на локации с темпларом, она казалась мне огромной и непонятной. Все было как-то быстро, нелогично, а объяснять нормально было ну просто некому. Кто знает, может это и повлияло каким-то образом на то, что впоследствии я стал все объяснять и рассказывать другим игрокам на канале. Так что скажу замученную форазу. Рейд World of Glass многое для меня значил. Теперь давайте по порядку. Чего я ожидал от этого рейда во второй части. Я ждал изменения механик, ждал хорошего лута, ждал развития истории через этот рейд и определенно челленджа по сравнению с СГК, который все кому не лень осуждали за простоту. Ну и начнем с минусов. Знаю, что все любят, когда ругают, так что сначала про это. Одной из главных надежд и как следствие она стала главным разочарованием было то, что историю на рейде вот хотелось. Но этой истории мы не получили. В 2014 году, когда этот рейд появился впервые, лор и сюжет в игре были в разбитом состоянии. Если вы изучали историю игры, вы наверняка знаете, что Destiny много раз меняла основные сюжетные направления. То она была про фэнтези миры, то мы должны были спасать Распутина в теле Экза. Все постоянно переписывалось и, конечно, к рейду вообще не оказалось ничего такого, что можно было бы прикрутить к основной сюжетке. Мы по обрывкам знали про Придита, про его боевую группу, знали, что они сгинули в подземельях здесь. Но, будем честны, вопросов было в разы больше, чем ответов. Так что, да, рейд всегда был классным местом для развлечения и для игры, но абсолютно непонятным с точки зрения повествования. Так вот, сейчас, в 2021 году, в Destiny 2 разработчики проделали огромную работу над тем, чтобы превратить лор в историю. Я всегда говорил, что никому не интересно читать обрывки текста в описании предметов. И нужна более понятная линия повествования. И я рад, что банджи свернули в эту сторону. Мы стали видеть больше диалогов, больше реплик, старые персонажи возвращаются, чтобы их можно было раскрыть подробнее. Все это давало надежду на то, что когда в игре появится хрустальный чертог, мы наконец увидим более комплексную картину, произошедшего там. Но, этого не произошло. Рейд вернулся в Destiny 2 абсолютно вне контекста. Просто открыли двери и дали убить пару больших вексов. Ни единого слова по истории. При этом было все для этого, сами посудите. Сезон Сплейсер, который плотно завязан над теми вексов. Бесконечная ночь. Юрия. Икора. Лакшми 2, которая нас когда-то отправляла в это хранилище стекла и давала нам особый квест. Все складывалось. Удачно. Появление хрустального чертога, как одного из наиболее каноничных мест, связанных с вексами, в сезоне вексов. Ну, просто нельзя не заметить, как все удачно складывается. Но... Рейд стал просто ареной. Без единого изменения, которое бы учитывало происходящее в игре. Это, на мой взгляд, выглядит как шаг назад по отношению к истории. Это напрягало, когда вернули космодром с налетами Сейбера и Сепикса, которые тоже полностью игнорировали историю событий Destiny 2 и просто были калькой из Destiny 1, включая диалоги. Но, даже если на это закрыть глаза, это все же налеты. А это рейд. Эпичное сражение. Активность, на которую всегда возлагаются большие надежды. Многие к этому готовятся. Подходят к этому максимально ответственно. В этот раз, эта суперактивность стала символом того, что в Destiny, и правда, можно не обращать внимания на сюжет, вообще не париться и просто играть как в шутерок. Ну, а че, тут роботов убил, тут космических насекомых. И что тогда все лороведы бьются в потугах объяснять хитросплетение всем игрокам, когда потом происходит что-то такое, что просто низвергает значимость истории в пропасть. Повторюсь, для меня это главный минус рейда Хрустальный чертог. Он не получил развития истории в Destiny 1 и в Destiny 2, когда для этого были все возможности, все инструменты, его перенесли такой же пустышкой. Это очень нечестно и очень разочаровывающе. Теперь давайте про песочницу с игрушками. Весело ли проходить в Vogue в 2021 году? Ну, я бы сказал, что да. Это интересно, благодаря изменениям в механиках. Он стал чуточку более сложным, комплексным. Если бы его совсем никак не меняли, то прохождение бы занимало, наверное, меньше времени, чем в СГК. Так что в отношении обновления механик, банджи поступили правильно. Они писали, что стражи стали очень сильными со всеми этими наворотами от модов, билдов и стазисом. Так что требовались дополнительные меры по их ограничению. Мне понравилось, что усложнения завязали именно на коммуникации в команде. Это правильный ход. Рейд должен демонстрировать игрокам, чем он отличается от просто совместного прохождения налета или миссии. Успех здесь зависит от общего вовлечения в процесс. И финальное сражение с боссом через инфу по оракулам из двух миров – лучшее тому подтверждение. Сколько времени все команды тратили на то, чтобы как-то это систематизировать, понять как это лучше предоставить другим игрокам, объяснить, научиться, выучить. Все это крайне увлекательно. Вот серьезно, такого я не ожидал. Оружие и награды. Что ж, тут тоже есть как хорошее, так и плохое. Но постараюсь не распыляться. Хорошее – это оружие. Практически на всем оружии из рейда по перкам есть из чего выбрать. Фейтбрингер вернулся, скаутка любимая моя тоже вернулась. Все на месте и все работает как должно. Только вот падает уж очень много повторок, но это все еще не сад спасения с его радио энерджи дропом во второй слот. Векс за 6 заходов мне не упал. Надеюсь, не понадобится делать еще 70, как это было с глазами будущего. Но это пока не столь важно. Мне интересно выформить сеты и пушки с нужными перками, а потом рассказывать вам обо всем этом на канале. Я, например, все же рад, что они поступили правильно, сделали фейтбрингер со светлячком, скаутка со светлячком, да там, по-моему, вообще все пушки с этим светлячком, и все это классно работает. Можно на этом, опять же, строить современные билды, то есть вы берете старое оружие со светлячком и выстраиваете на этом билд на сферах Распутина. Это здорово. Что же плохо по наградам? Ну, очередной скандал с донатом, конечно же. Банжи дропнули клевую эмоцию. Трон Атеона с крошкой Атеоном. И сделали ее донатной за пак с серебром. Естественно, это вызвало бурление на реддите, и, на мой взгляд, вполне закономерное. Это, как минимум, в очередной раз идет наперекор их же заявлениям о том, что больше не будет предметов в лавке Эверверс, которые были бы завязаны на тематике сезона или игровых активностях. Вот этот корабль когда-то устроил просто разрыв. Он выглядит в тематике Алой Крепости. Дополнение Shadow Keep. Тогда все возникали, почему его нельзя было засунуть в Найтфол версию налета, например, Алая Крепость, или дать за прохождение Ямы Ереси и так далее. Скандал был серьезным, и вот тогда и было это заявление про то, что мы больше так не будем продавать. Но, видимо, обещания, данные во времена Обители Теней, посчитали забытым. Ведь многие с тех пор уже все простили, или ушли из игры. Не знаю, какая тут еще может быть логика. Если уж сказали, что за серебро больше не будет тематического контента, значит его не должно быть. Или я придираюсь, или я чего-то не понимаю. Объясните мне в комментариях. В остальном же, да, рейд получился хорошим. Механики освежили, награды не разочаровали уж точно, по крайней мере, на первый взгляд. Играть с командой весело, и я думаю, что скоро мы поведем спонсоров канала и подписчиков в этот рейд. Так что заняться там пока есть чем. Если вам интересно мое мнение о сезоне в целом, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк этому ролику. Тогда я постараюсь как-нибудь собраться с мыслями, потому что сезон наиболее спорный из последних релизов, и поговорить уж точно есть о чем. Спасибо за просмотр, делитесь своими впечатлениями в комментариях тоже. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok